Привет! Сегодня мы с вами посмотрим на Booker Boot Knife Apple Gate Fairburn Combat. Дизайнеры этого ножа, как следует из названий разработчики, это Apple Gate и Fairburn. Ну и немножко подробнее остановимся на разработчиках, так как это очень важно для данной модели ножа. Для того, чтобы вам было поинтереснее посмотреть на него, пока я буду про него рассказывать, я сделаю его вот в таком вот... Расчехлю его из ножен, чтобы было видно. Apple Gate основал знаменитое управление стратегических служб, ООС. Это было военное разведывательное управление, которое было предшественником Центрального разведывательного управления ЦРУ. Также Apple Gate выполнял секретные операции совместно с британским Commandos, где он встретился с английским экспертом по рукопашному бою с кинжалом Уильямом Эвартом Ферберном, который до войны был полицейским офицером в Шанхае, где в результате частых вооруженных столкновений с криминалитетом и сложилась их система Kill or Get Killed, то есть убей или будешь убит. И основным холодным оружием для него тогда был шанхайский кинжал. Совместно с Ферберном, который был назначен в качестве инструктора ООС, Apple Gate смог начать программу обучения рукопашного боя. В то время Apple Gate также был личным телохранителем президента Рузвельта. Рекс Apple Gate является автором ряда книг военных действий, которые считаются стандартными во многих армиях и сегодня. После войны он был и тренером мексиканской армии, где был повышен до звания генерала за его борьбу с гражданскими беспорядками. Также он разработал такое нелетальное оружие, как полицейские дубинки и перцовые баллончики. Среди его последних разработок это боевой нож AF, ну то есть Бекер Бутнайф Эппл Гейт Ферберн. AF это, соответственно, фамилия разработчиков. Разработан был нож в середине 90-х годов, который предполагался как оружие скрытого ношения. Для этого Apple Gate сделал особый акцент на дизайне. Он был вдохновлен дизайном копий из Японии, которые в силу своей геометрии лезвия имеют очень высокую проникающую способность. Закалка данного ножа до 58 единиц по роквеллу. Эргономичная рукоять данного ножа выполнена из армированного стекловолокна Дирлейн. Давайте посмотрим на нее поближе, как она выглядит. Дополнительный вес ручки призван дать лучший баланс ножу, а все, кто держит этот нож первый раз в руках, понимают, что у ножа очень необычный баланс и довольно тяжелый вес. Баланс смещен немного в рукоять, где-то на расстоянии сантиметра примерно от этой гарды. Соответственно, при его клинке, который кажется тоненьким, на самом деле имеет толщину по обуху 4,7 мм и сведение в 0,6 мм. С обоюдоострой вот такой вот заточкой, ну, как вы видите. Соответственно, клиночек достаточно тяжелый, но явно чувствуется, что рукоять тяжелее. Ну и, соответственно, это чувствуется по балансу. Рукоять очень удобная, эргономичная, отлично заполняет ладонь. Единственное, что данное стекловолокно все-таки, ну, относительно скользкое. То есть, здесь есть некоторые насечки, которые не наминают, но призваны немножко сдерживать, так скажем, скольжение. Есть некоторая вот такая эргономичная форма, но все-таки рукоять относительно скользкая, и вот эти вот очень уверенные упоры, они здесь не мешают. Теперь касательно упора. Все ножи имеют непрерывную нумерацию, которая помогает контролю качества. Для того, чтобы избежать отражения света, абсолютно все детали данного клиночка имеют черное покрытие. Ножны сделаны из кайдекса, о них мы немножко поговорим позднее. В общем и целом, при такой закалке, здесь используется сталь, посмотрим, вот смотрите, Джомани 440С Стейнлес, то есть 440-я сталь, сделан нож в Золингене, бекером, и, соответственно, вот этот вот номер помогает качеству, и вот здесь вот есть еще такая демпфирующая резиночка, между непосредственно гардой, которая сделана из цветного металла, по-моему, из латуни, и, соответственно, рукоятью из Дилрейна. Вот такой вот момент, такой буфер, скажем так, амортизирующий немножко. Само по себе качество ножа не вызывает абсолютно никаких нареканий, все сделано очень и очень добротно, придраться просто не к чему, тем более понимая, какой это боевой кинжал, спуски сделаны ровненько, аккуратненько, в принципе, вполне такое резучее даже и сведение, но, конечно же, нож в первую очередь предназначен для такого серьезного укола, очень серьезный, боевой нож, на мой взгляд, огромное отверстие, можно подвязать удобный темляк. Если говорить о его конструкции, я видел фотографии данного ножа в разобранном виде, конструкция, можно назвать ее фуллтанг, потому как хвостовик, соответственно, клинка, проходит в рукоять практически до самого его навершия, то есть где-то вот до вот этой части. Здесь, соответственно, крепится все это без особого труда, при необходимости разбирается. Упоры очень удобные, опять-таки, ничего при силовой работе не будет наминать, потому как очень и очень все удобно. Хотя, опять-таки, какая силовая работа? Это, в первую очередь, нож, который должен иметь, наверное, каждый мужчина для каких-то таких непредвиденных ситуаций. Это тот нож, который, конечно же, будет в основном лежать на полке, но это тот нож, которым можно восхищаться и который может где-то выручить в очень-очень критической, именно боевой ситуации. Я не просто так рассказал о истории создателя данного ножа, потому как это отражает его суть и понимание этого клинка приходит только после того, как поподробнее узнаешь легендарность его истории. Такой вот нож. Давайте еще в двух словах про ножны. Здесь есть вот такое вот крепление на них и все необходимое для того, чтобы закрепить данный крепеж на ножнах из Кайдекса. Удивительно то, что этот крепеж сделан фирмой Blade Edge от США. Вот это меня немножко удивило. И здесь вот есть такой зацеп, фиксатор. Фиксируется, соответственно, открывается. Только после этого еще нужно дополнительно прижать эти вот усики вот таким вот образом. Так прижать. Вот они зацепляются, подцепляются. Раз, два. То есть очень надежное крепление будет на ремне. Ну, как мы видим, довольно много отверстий, как на самом вот этом крепежном элементе. Также и непосредственно на ножнах из Кайдекса. И, соответственно, можно их закрепить в различных положениях. Ну, помимо того, что можно продеть через них паракорд и примотать, так скажем, нож различными еще большими вариациями. Ножны очень плоские, аккуратные. Действительно предназначены, возможно, даже и для скрытого ношения. Хотя я все-таки не представляю скрытое ношение такого большого ножа. Извлекается нож просто мгновенно, никаких серьезных, скажем так, сопротивлений нет. С другой стороны, очень даже надежно фиксируется и выронить его при ношении рукояткой вниз из ножен этих будет крайне-крайне сложно. Вот такой вот момент по ножу и по ножнам. И давайте еще основные какие-то характеристики все-таки посмотрим для данного ножа. Вес с ножнами 314 грамм. Вес без ножен 246 грамм. И немножко еще представление габаритов. Спичечный коробок. Общая длина ножа 278 примерно миллиметров. Длина клиночка 153 миллиметра. Длина режущей кромки 144 миллиметра. Ну, это, конечно же, так довольно грубо намеренно, но толщину самого клинка и сведения я, конечно же, мерил с помощью штангенциркуля. Что еще бы я хотел показать данному ножу? Так это его коробочку. Вот такая вот, в такой коробочке он приходит. И это, так скажем, сейчас наиболее популярная гражданская, если можно так выразиться, модификация с такими вот росписями, с номерами. И эта модификация относительно популярна. Модификацию с черным клинком лично я, так понимаю, встретить несколько реже. Здесь также есть такая вот колючая проволока в дизайне коробочки. Ну, собственно, сам Apple Gate изображен здесь на картинке. И есть описание про данный нож, про его историю. То есть, есть кое-какие вот такие вот факты. Надеюсь, вам было интересно посмотреть данный обзор. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok